Талантливый российский журналист, писатель и телеведущий Владимир Соловьев, чье имя для многих ассоциируется со светлым будущим России, не прекращает удивлять своих поклонников. Его творчество, как многогранный бриллиант по цветам софитов, излучает яркие лучи надежды во всех областях искусства, за которые он бы не взялся. Ну давайте послушаем. Для кого-то Соловьев известен, в первую очередь, как ведущий самых объективных телепередач о политике. «Воскресный вечер» и «Москва. Кремль. Путин». «Шел отсюда вон! Собрался и вон отсюда!» А также как ведущий своего собственного ютуб-канала. Для кого-то он известен как спортсмен, ведь Владимир Рудольфович – обладатель черного пояса по карате. «Вот вы стоите, вот улетел». К тому же он писатель, и на его счету бесчисленное количество книг. «И в книге мы попытались проанализировать, она получилась не неплохим языком написанной, но мы же в первую очередь хотим обратить ваше внимание на музыкальную деятельность Владимира Соловьева, о которой мы сегодня и поговорим. Свою любовь к музыке Владимир Рудольфович обнаружил еще в школьном возрасте, когда было очень модно играть в группе на каком-нибудь инструменте. Но его мать, Инна Соломоновна, которая прошла обучение по классу в фортепиано, знала все тяготы музыкальной жизни и не хотела, чтобы ее сын связывался с музыкой. Так, разучив три аккорда на гитаре и пару песен, юношеское увлечение Владимира было завершено, хотя любовь к пению осталась на всю жизнь. Шли годы. Владимир Соловьев стал большим в прямом смысле этого слова человеком и бизнесменом. Летом 1999 года, во время одной из посиделок на даче за поеданием шашлыка, которая проходила совместно с рок-музыкантом и основателем группы Крематорий Арменом Григорианом, у Владимира появилась идея записать альбом. И только в 2004 году мечта превратилась в реальность, и на свет появилась пластинка, которая получила название «Соловьиные трели». Двоякое название, которое выделяет английское слово «соло» с акцентом на «сольный», и прямая аллюзия на фамилию Владимира, выбраны не случайно. Ведь альбом состоит из кавер-версий на знаменитые русские и англоязычные песни, которые Соловьев исполняет со всей любовью и вдохновением. И хотя на официальном сайте Владимира Соловьева можно найти заметку, что этот альбом не стоит воспринимать серьезно, и весь записанный материал является иронией и стебом. Мы же верим, что Владимир Рудольфович исполнял эти прекрасные песни, что называется «Наразвив аорты». Ведь не мог же он насмехаться над тревожной балладой «Красная армия». Также на альбоме присутствует и легендарная ковбойская песня «Riding in the Sky», написанная Стэном Джонсоном и ставшая большим хитом, который исполняли многие знаменитые музыканты. Не мог же Владимир Рудольфович насмехаться над этой песней. Ведь в одном интервью 25-го года он утверждал, что воспитан на правильной зарубежной музыке. Это не только Битлз, но и то, что было до и после них. Бёрдз и The Animals и Led Zeppelin. Без сомнения, альбом полон достаточно хитовых композиций, которые Владимир Рудольфович исполняет с большой страстью. Хотя это и отрицает. На пластинке можно будет услышать в исполнении Владимира Рудольфовича такие вещи, как «Я то, что надо», изначально исполненные Валерием Сюткиным. Дай мне в этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс. И ты поймёшь... Песню «Дубровский» Бориса Гребенщикова. Красавец Дубровский. И хит «Почему» авторства Земфиры Рамазановой. Этот редкий по красоте альбом способен вызвать сильнейшие эмоции даже у самых ярких недоброжелателей Владимира Рудольфовича. Потому что только светлые и чистые люди способны записать такие искренние песни. И только люди, у которых есть ум, честь и совесть, могут обладать тончайшим вкусом в выборе музыкального материала. Несомненно одно, что перед нами потерянный шедевр почти 20-летней давности, созданный прекрасным человеком и настоящим патриотом своей Родины. Может быть у Владимира Соловьёва и не самые выдающиеся вокальные данные. Но эти знаковые песни для каждого меломана он поёт с душой и чувством. А то, что у Соловьёва есть душа и чувство, в этом не приходится сомневаться. Мы надеемся, что после этой замечательной пластинки у вас изменится отношение к Владимиру Соловьёву. И при каждом его появлении в эфир вы будете вспоминать эти изумительные песни. И благодарить создателя за то, что он впустил в этот мир, такого мощного и во всех смыслах настоящего человека, как Владимир Рудольфович Соловьёв. Всем спасибо за внимание. Для кого творчество Владимира Рудольфовича стало открытием, напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ах да, не забывайте ставить лайки или дизлайки. Пока.